Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регионов. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Зима в Анапе в этом году как стихийное бедствие. На прошлой неделе шли ледяные дожди. На этой – снежные заносы, порывистый штормовой ветер и аномальные для юга минусы. И на все сюрпризы погоды у анапчан готов ответ. Готовы к устранению любых последствий в городе и на селе. Ночь на 30 января для многих анапчан выдалась тревожной. Шел снег, дул ураганный ветер. Жители, живущих рядом со спортивной школой «Олимп», поселка Виноградного, разбудил сильный грохот. Оказалось, порывом ветра сорвало часть новой металлической кровли, которую руководство школы установило совсем недавно. О чрезвычайной ситуации сразу сообщили в сельскую администрацию. Так как имеется под ней еще старая кровля, поэтому пока здание сдерживает натиск стихии, подождать, пока ветер стихнет, потом начать какие-то ремонтные работы, чтобы не было угрозы жизни и здоровью рабочих, которые будут это все выполнять. Порывы ветра привели и к точечным энергоавариям. Стихия вывела из строя разводящие сети и высоковольтную линию, которая идет от подстанции «Виноградная». Сейчас, по нашей информации, бригады пытаются устранить все обрывы, восстановить энергоснабжение, опустить электричество в дома. Утром многие добирались до мест работы и учебы дольше, чем обычно. На заснеженной дороге рискнули выехать далеко не все автолюбители. И заметили, видимость ограничена. Между тем, жителям Кубани еще только предстоит испытать основной удар стихии. Свердлана Орелова, Алексей Мхортов, Анна Парею. Губернатор Кубани Александр Ткачев провел экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором еще раз подчеркнул необходимость заранее быть готовыми и оперативно устранять сюрпризы погоды. Поздно вечером, знакомясь с ситуацией на местах, губернатор подчеркнул в своем выступлении. Для того, чтобы понять, что погода не шутит, достаточно было выслушать главку Щевска, Ейска-Новороссийска. Там уже вовсю валил снег. Федеральная трасса Дон в двухкилометровой пробке. В Ейске до минус 20, в Новороссийский ветер силой 38 метров в секунду. Поэтому глава города первым делом спросил о готовности техники. Два экскаватора. Это что такое? Их минимум 30 на город надо выпустить. Сделал замечание о том, что песчано-солевые конусы не обозначены на местности. У них надо палочки повставлять, вот такие метровые, в эти конусы. Потому что на них упадет 10 сантиметров снега и все, непонятно, что это такое. А когда будет палочка торчать из снега, понятно, что разгребите снег, там песчано-соляная смесь, которую можно разбросать по тротуару для наших же дворников. Они что, с миноискателями будут их искать ходить? И потребовало разобраться, что происходит с отключениями. В городе проблем нет, а в районе люди уже замучились. Включили, отключили. Что происходит вообще, я не пойму. А прогноз погоды от кубанских синоптиков подтвердился полностью. Его накануне получили в единой дежурной диспетчерской службе города. 29-30-го ожидается местами усиление восточного, северо-восточного ветра, 15-20, порывы до 25-ти. Здесь всегда самые точные прогнозы и полное владение ситуацией. Ведь она отслеживается круглосуточно, и связь с оперативным штабом по чрезвычайным ситуациям прямая. Первоочередная задача – восстановить высоковольтные линии электропередач. Постепенно с восстановлением этих высоковольтных электропередач будут обрабатываться заявки по линиям 04, частным домам и организациям. Телефон единой диспетчерской службы многие уже знают на зубок. Здесь терпеливо выслушивают анапчан и переадресовывают заявки службам, ответственным за тот или иной участок. Ежедневно до 600 звонков поступают дежурным операторам. Поэтому в этой напряженной ситуации можно понять и пожилого человека, который позвонил пожаловаться на поликлинику, где ему не выдали номерок к врачу. Или на дворников, не вовремя рассыпавших песчано-солевую смесь. Но сегодня обрывы проводов электропередач, тепло в домах важнее всего. Поэтому давайте помнить, что сегодня многоканальный телефон единой диспетчерской службы работает в напряженном режиме. Днем Сергей Сергеев со специалистами служб жизнеобеспечения принял участие в краевом селекторе. Погодные условия на Кубани остаются сложными. В ночь на 31 января ожидается дальнейшее понижение температуры. Оперативный штаб призывает к бдительности. Ситуацию с погодой в Анапе мониторят каждый час. Особое внимание социальным объектам, школам, детским садам, учреждениям здравоохранения и проблемам жизнеобеспечения. Сергей Сергеев дал задание службам обследовать ситуацию в Малом Утрише. Как обеспечивают подвоз продуктов, медицинское обслуживание, как снабжают поселок электричеством. И еще один контрольный вопрос – продукты. Полностью промониторить до конца дня. Нет и повышения цен, потому что, хотел сказать по-русски, тех, кто торгует. Они моментально реагируют на эти все вопросы. Нет электроэнергии, нет подвоза, допустим, хлеба. Они где-то находят, и цена сразу скачет. В обед 30 января без света оставалось полторы тысячи жителей хутора Капустин, Красный Курган, Красная Скала, Нижняя Гастагайка. Восемь бригад электриков работают круглосуточно на устранении порывов линий. Пока бесперебойным остается транспортное сообщение. Но ситуация может измениться в любой момент. Глава Анапы Сергей Сергеев оценил очистку пока на тройку с минусом. Особое внимание коммунальщиков мэр просил уделить очистке тротуаров. По дорогам и по электроснабжению. Черепанов, у вас машины работают по городу сейчас. Вот они утром, когда машин не было, нужно было прибордюрку сделать. Сейчас у вас машины стоят на обочинах, есть. Вот на вечер усилите в основном КДН-ки и лопатами, а чистить боковую полосу. Потому что узкая колея, вечером будут проблемы. Ночь впереди ожидается сложная. Расслабляться пока рано. От тяжелых жизненных потрясений и причуд судьбы никто не застрахован. Пострадавшие от подтопления в Амурской области и еврейском автономном округе приехали в Анапу. Жить после наводнения стало негде. Уровень воды в домах достигал двух метров. Власть Анапы отреагировали на беду пострадавших взрослых и детей, предоставив все условия для нормального проживания на курорте. Александр Захаров. Уже неделю в Анапе с семьей. В новом городе дел не в проворот. Одну провожаю, другую встречаю. И с многим гуляю. Прибыли из поселка Николаевка, Смидовического района, Еврейской автономной республики. 23 января прилетели в Анапу. В понедельник, 27-го, девочки уже пошли в школу. У нас было наводнение очень большое. У нас большой был дом, кирпичный, 85-90 квадратных метров. Ну, его разломало пополам. Сейчас там негде жить вообще. Вот нас сюда прислали, чтобы мы хотя бы немножко почувствовали себя людьми. Александра Травникова – новенькая в седьмом классе. Ее сестра Ульяна через полгода – выпускница средней школы номер один. Аттестат о базовом образовании девушка получит в Анапе. У нас девочка одна, выпускница в девятом классе. Будут подготовлены все материалы подготовки к государственной итоговой аттестации и на особом контроле управления образованием, чтобы девочка подготовилась и достойно сдала все экзамены. Илья Миняйлов тоже из поселка Николаевка. Сегодня ученик седьмого Б-класса школы номер один в Анапе. Друзей нашел быстро. Одноклассники помогают проводить кабинеты, какие нужны, когда какие уроки подсказывают. Ну и с самого начала еще хорошо встретили. Учебники, тетрадки, карандаши, ручки – все выдали. Все есть. Хожу полностью со всеми учебниками школы. Анапа приняла в январе 25 человек, пострадавших от наводнения. По решению администрации города-курорта, сегодня подтопленцы проживают в санатории «Малая бухта». 10 детей школьного возраста устроены в школу номер один. По поручению главы муниципального образования города-курорт Анапа Сергея Павловича Сергеева обеспечено проживание, обеспечено и организовано питание детям и учебный процесс. Им предоставлены канцелярские товары, им предоставлены учебники полностью, в полном объеме. Также для проведения спортивных мероприятий спортивную форму. На данный момент 10 человек в возрасте от 7 до 15 лет обучаются в школе и проводят не только учебные занятия, но также занятия с психологом. Психолог Елена Щеглова помогает справиться с детскими страхами и стрессом. Сначала рисуем страх, чего боимся, потом мнем, его рвем и сжигаем. И эта техника работает. Хорошо бы и взрослые проблемы решались так же быстро и навсегда. А пока на помощь пострадавшим детям и взрослым пришли власти Анапы, чтобы поддержать и дать почувствовать – жизнь продолжается. Наталья Пухальская, Максим Логоша, Анапа. Регион. И новости спорта в продолжении выпуска. В спортивном комплексе «Рай» прошло первенство города-курорта Анапы по самбо среди юношей и девушек 98-99 года рождения. 177 самбистов боролись за путевки на первенство Краснодарского края. Турнир для юных спортсменов ответственный. Победители поедут на престижное соревнование в Санкт-Петербург, на Кубок Городов Героев и Городов Воинской Славы. Кто представит наш город, расскажем прямо сейчас. Борьба началась сразу после парада и торжественного открытия первенства. Юные спортсмены готовились к отборочным соревнованиям основательно, так как помимо путевок на краевое первенство в составе сборной команды города-курорта 10 спортсменов представят Анапу на турнире Городов Воинской Славы в северной столице нашей Родины. Турнир традиционно проходит в Санкт-Петербурге накануне Дня Победы. Он получил статус международного после того, как заявку на участие подали самбисты США, как страны, принимавшие участие в борьбе против фашизма. В прошлом году анапчане вернулись из Питера абсолютными победителями. Это как бы стенка на стенку была. И мы каждый по одному встречались и потом подсчитывали очки и победители. Финальный поединок я проиграл, потому что там что-то не хватило, где-то не дотренировался и поэтому проиграл. А так парень очень хороший был, сильный. Там очень было трудно побеждать, потому что все были очень подготовлены, настроены на этот турнир. Этот турнир очень ответственный был. Но мы победили, несмотря на что. Ведущих спортсменов в преддверии нового 2014 года чествовали в администрации города-курорта. Мэр Сергей Сергеев отметил, что наши спортсмены-самбисты должны отправиться на следующий турнир в единой форме. Ведь они будут стоять на торжественном открытии в почетном первом ряду, как победители турнира 2013 года. Так что им надо помочь образцово экипироваться. Иван Терещенко, воспитанник спортивной школы номер 4, в прошлом году успешно выступил на международном турнире «Победа» в весовой категории до 84 килограммов. Отлично проводит бои на отборочном этапе и уже заслужил путевку в сборную Анапы. Он серьезно настроен сделать спортивную карьеру. Турнир, да, был сложный по воинской славе. Мы первую встречу выиграли в 7-3, вторую мы выиграли встречу в 8-2 и финал был легче, чем все предыдущие встречи. Пока школу заканчиваю, потом в спортивный институт поступаю и там уже отучусь и буду тренером. В сборную Анапы вошли воспитанники спортивной школы номер 4, кандидаты в мастера спорта по изудо, Руслан Аскеров и Георгий Сулавко. По результатам этих соревнований «Тройка» победителей поедет в марте в Армавир на первенство Краснодарского края. Далее спортсменов ожидает первенство Южного федерального округа, первенство России, после которого победители выступят уже на европейском ковре. Лариса Басова, Максим Лагоша, Анап Регион. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. Прогноз погоды выходит при поддержке нашего партнера мебельного центра «Ксюша». Весь январь в салонах мебели «Диэмай» получите в подарок 25% гостиной из коллекции «Токио» и «Милано». «Диэмай». Живи красиво! В пятницу 31 января в Анапе пасмурно. Временами небольшой снег. Температура воздуха днем минус 8, минус 10, ночью до 13 градусов ниже нуля. Ветер северо-восточный, порывистый до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 773 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 3 градуса. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин